Не просто страница в учебнике истории. Часть жизни каждой российской семьи. В 116-й школе Самара работает музей боевой славы. Экскурсии проводят сами ученики. У семиклассника Андрея Заварина воевали два прадеда. Они, как и миллионы советских солдат, отстояли большую страну в борьбе с фашистскими захватчиками. Роли Великой Отечественной войны, конечно, была огромная. Ведь по планам Гитлера хотели уничтожить всех евреев, всех больных. 50% славян хотели уничтожить. Победа для меня это дала мне жизнь. Михаил Федорович ковал победу в тылу. 12-летний мальчишка. Он выполнял взрослую работу. Возил воду, зерно, ухаживал за лошадьми, работал прицепщиком на тракторе. Вспоминает, еле что придется. Горох убирают, значит, на ужин гороховая каша, пшено, значит, пшенное. Мы зерно возили, это зерно жевали. Берешь горсть и начинаешь эту особенную пшеницу жевать. Там образуется такой крейсер, как вот нынешние жвачки. Дети жуют, вот такую жвачку. Постепенно разжуешь, ну и голос утоляет. 116-я школа – единственная в городе, где работает музей, посвященный битве под Москвой. Он стал лауреатом городского конкурса и был удостоен диплома и медали. Из года в год экспозиция музея растет, крепчает и патриотизм учеников. Воспитанию молодежи здесь уделяют особое внимание. Мы всегда чтили память наших героев, память наших дедов, которые отстояли нашу родину. И всегда будем помнить то, что сделано для нас и для нашего будущего. Благодаря тому, что они сделали, мы сегодня можем жить под мирным небом, воспитывать детей. Для ветеранов Великой Отечественной войны и приглашенных в преддверии 9 мая был организован концерт, как и положено с патриотическими песнями. Раз, два, левый, мы шагаем смело, ведь мы нашей родины сыны. Раз, два, левый, это под недело, мы Россию защищать должны. Мария Иваткина, Дмитрий Тарасов, События.